добрый день в этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием бомбионтикуб 2 название странное версии 1 я никогда не видел но версия 2 выглядит вот так это октайдр у которого вращаются грани производится компания лимкуб от нее же есть второй октайдр такого размера они визуально похожи и размером похоже но здесь вращение как у 2 на 2 с дополнительными элементами здесь же полноценный октайдр у которого вращаются грани принцип сборки больше похож на октайдр ct-o от даян которого вращаются углы несмотря на то что вращаются они по-разному собираются примерно так же но у большого октайдра больше элементов и собирать его подольше размер бомбионтикубика меньше чем 3 на 3 даже меньше чем 2 на 2 примерно такая пропорция принцип сборки интуитивный посмотрим настроение здесь 8 граней причем противоположные одинакового цвета желтая желтая зеленая зеленая красная красная но и две синих то есть всего четыре различных цвета здесь всего два типа элементов вот такой вот крупный угол либо можно назвать его центром и такие вот двухцветные будем называть их ребра центров как и граней 8 ребер 12 4 здесь 4 на среднем слое и 4 этих наклонных снизу при перемешивании центре вращаются ребра перемещаются есть визуально одинаковые ребра примеру здесь сине-красная и еще одно такое же должно быть вот это сине-красная но они предназначены исключительно для своего места то менять их нельзя если мы вот на это место подведем другой сине-красной то он станет развернута поэтому если цвета не совпали значит элемент не отсюда при перемешивании форма не меняется он становится головонка разноцветный из-за небольших размеров не всегда удобно вращать но справиться можно как будем собирать он для начала выберем какую-то грань абсолютно любую можно выбрать ту где уже есть собранные элементы но я специально перемешал так чтобы ну ни один цвет не совпадал допустим что начнем мы с желтой вот этой грани вот желтый центральный элемент и рядом с ним нужно поставить три желтых ребра видим вот желто-синее она по цвету центром не совпадает значит она не отсюда и нужно сюда найти другое желто-синее ровно так же вот это желто-красное не подходит поищем другое давайте начнем с желто-синего вот желто-синее другое подводим поближе цвет совместился теперь совмещаем синий вот первое ребро стоит на месте найдем желто-зеленое и желто-красное желто-зеленое вот есть но она совпадает по цвету с другим желтым центром значит на это место точно не претендует вернее на это найдем другое вот другое желто-красное вот желто-зеленое подведем и сразу и желтый и зеленый цвета совпали нужно еще желто-красный цвет такой между красным и оранжевым буду называть его красным желто-красный вот видим здесь желто-красный по цвету не совпадает значит он точно с нашего первого центра так чтобы ничего не сломать кругом проведем и вот мы собрали первую грань центр и три ребра рядом дальше возьмем глонку вот так чтобы собранная грань была боковой и соберем грань напротив вот такую напротив не тут в верхней половине головоломки то есть вот такую можно выбрать либо эту либо если возьмем вот так вот эту в любом случае можно вот эту какая нравится если где-то есть собранные элементы можно начать с нее давайте берем зеленый для этого нам потребуется сюда поставить зелено-красное ребро и сюда на зелено-синее мы видим что вот это зелено-красное по цвету зеленым центр не совпадает значит и здесь она совпадать не будет здесь нельзя просто развернуть ребро поставить у другой стороной это не мастер морфикс если здесь не подошло то она не подойдет с любой стороны найдем другое зелено-красное вот зелено-красное подведем поближе совмещаем зеленым и ведем красному так хорошо здесь мы все делали интуитивно давайте поставим сюда сине-зеленое ребро найдем его вот это сине-зеленое точно не подойдет так как она совпадает по цвету с этим а вот этот подойдет так с этим она не совпадает подведем поближе ну и посмотрим вот отсюда надо переставить сюда если мы сделаем вот так то она встанет на место но сломается вот здесь здесь у нас зелено-красное уже стояла поэтому нужно сделать какие-то на возвратные движения ровно также делается пиф-паф на пирамидке мы будем вот это опускать сюда для этого сначала опустим правую грань потом опустим левую грань теперь правую грань поднимем и поднимем левую грань в итоге элемент встал сюда а здесь ничего не сломалось смотрим что получилось нас вот с этой грани мы начинали и вот еще два ребра вот эти собраны дальше переворачиваем головоломку можно зеленую грань сразу до конца не собирать и держа вот так где у нас нижняя половина собрана собираем элементы на среднем слое можно и в другом порядке все это делать но мне кажется так попроще один элемент у нас уже стоит как мы желтую грань собирали нужно поставить сюда сюда и сюда это еще три ну чем меньше осталось не собранных частей тем проще искать здесь должен быть красно-синий элемент нет нет вот он просто интуитивно подводим пока не обращаем внимание на другие элементы вот здесь которые даже вот тут собралось пока не будем на это смотреть сюда нужен желтый зеленый вот желтый зеленый так так ну и здесь синий красный сам встал на место но если бы не встал мы бы его поставили таким образом если он находился не на этой грани а где-то далеко к примеру вот здесь мы постепенно его сюда перетащили то есть ну он может быть либо на этих двух местах так как у нас нижние уже все собраны тогда мы просто повернули бы нужной стороной либо здесь либо здесь что отсюда что отсюда мы делаем этого два движения гоняем к своему центру здесь поворачиваем в нужное положение но не забываем вернуть вот эту грань так как здесь мы что-то сдвинули то вот это зелено желтое ребро вернулось на место в итоге мы собрали средний пояс и остается поставить по местам четыре ребра очень часто что одно из них уже встало на место нам остается сделать один пиф-паф и все будет собрано ставим собранной сзади и смотрим на то что осталось посередине у нас сине-желтое место значит нужно сюда сине-желтое ребро поставить оно слева мы сделаем такой же пиф-паф но движение начнем слева опускаем левую грань опускаем правую поднимаем левую поднимаем правую и все собрано может случиться так что ребро на месте стоять не будет у нас вся нижняя часть собрана остается представить вот эти четыре ребра ну находим какое-нибудь ребро пример вот зелено-синие находим его место она здесь ну и сначала ставим его таким же пиф-пафом справа слева поднимаем справа поднимаем слева и ребро появилось но оставшиеся три переставляем посередине у нас желто-красное место вот желто-красное ребро начинаем пиф-паф слева опускаем слева опускаем справа поднимаем слева поднимаем справа ну и все собрано покажу пример сборки для закрепления опять выберем какую-нибудь желтую грань и поищем для нее на желтые ребра вот есть одно ну понятно что она не подойдет вот есть другое тоже не подошло пойдем подальше желто-синее подошло туда желто-красное у нас здесь не подходила значит и своей стороны не подойдет поищем другое вот она поближе ставим на место сюда нужно желто-зеленое вот какое то есть подходит ставим поворачиваем так ну соберем здесь вот одно ребро уже на месте стоит одно осталось сюда нужно поставить зелено-синие как раз здесь на примете есть цвет совпадает значит просто левым пиф-пафом поставим на свое место опускаем слева опускаем справа поднимаем поднимаем у нас нижняя часть готова переворачиваем готова также здесь на желто-синее ребро и нужно еще три сюда подставить искать еще одно желто-синее есть на лучше собирать последовательно чтобы потом не ломалась зелено-желтое но здесь даже нам зелено-красное не то вот зелено-красное по цвету не подошло нужно другое вот еще одно ставим дальше здесь на желто-синее и сюда красно-зеленое она вот здесь подводим поближе ставим на место и возвращаем можно конечно и вот эти одновременно собирать но так она универсальнее естественно способ сборки не единственный я показываю лишь один из них который мне показался наиболее простым для понимания ребро стоит осталось делать пиф-паф здесь зелено-желтое место зелено-желтое ребро слева делаем пускаем слева опускаем справа поднимаем слева поднимаем справа вот такой вот бамианти куб 2 можно считать карманный вариант октайдра собирается не сложно доступно даже детям ну либо тем кто только начал изучать головоломки размер небольшой из-за этого крутить иногда не так удобно но легко привыкнуть и глонг со временем разрабатывается тренируетесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока а